Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня Греши. Номер 113. Насчитываем Новый Завет с толкованием блаженного фопилакта вместе с Откровением. Вместе с Откровением в одном издании, что вышло, это впервые за 2000 лет вышло. Вот как оно выглядит. Это наше издание, трехтомник, показать, чтобы видели. И кроме того, здесь выделены места, которые о проповеди говорят, о Слове Божьем, жирным курсивом, и дается 297 комментариев. И раскрасили полностью всего иллюстратора Библии, гравюры Гестава Доре. То есть много здесь новинок, которые показывают, как мы любим Слово Божье. Вперед. Евреям 7.4. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих толкований. После того, как приноровил прообраз к истине, или то, что принадлежит Мелхиседеку ко Христу, наконец, с уверенностью показывает, что прообраз, то есть Мелхиседек, славнее самих действительных иудейских священников. И не только их, но и самого праотца. Если же прообраз превосходит их, то истинный первосвященник Христос превзойдет их гораздо более. Итак, видите, как велик. То есть, насколько превосходит тот, кому дары подносил непростой человек, но Авраам, столь великий патриарх, не без намерения присоединил слово патриарх, но чтобы возвысить личность. Из лучших добыч, то есть из наиболее превосходной и ценной добычи. И нельзя сказать, чтобы он отделил некоторое вознаграждение за труд, как совместно сразавшемуся и помогавшему, но сидевшему дома. Поэтому и выше сказал, встретил Авраама, возвращающегося после поражения царей. Если же он выше самого патриарха, что показывает даяние десятины, то гораздо выше священников и закона. Евреям 7.56 Получающие священство и сынов ливииных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев. Хотя и сей произошли от чресла Авраамовых, но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Толкование. Теперь показывает, каким образом мелкий седек выше Авраама, говоря, что священнослужители из колена ливии получали десятину от народа ливии. 27.30.32 Очевидно, как лучшие и почтеннейшие люди ради достоинства священства. Ибо ради чего иного сам народ, подвергаясь тяжелым трудам и бедствиям, приносит десятину великого рода священникам. Всякого рода. Всякого рода священникам, не подвергающимся таким трудам и не возделывающим землю, как ни ради того, что они более священны и служат высшему делу. Таково достоинство священства и настолько имеющие его выше собственных братьев, хотя и высшедших из одних и тех же чресел. Отсюда и мелкий седек, получивший десятину от Авраама, и притом не будучи из его рода, ибо был иноплеменником, превосходнее и выше его. Ибо почему Авраам дал бы иноплеменнику десятину, если бы ему не принадлежала великая честь? Если же мелкий седек, прообраз, превосходит даже самого Авраама, то гораздо более истинный первосвященник превосходит священников закона. Так как Авраама всячески возвышала то, что он получал обетование от Бога, то теперь он и присоединяет, что такого и столь великого удостоившегося беседы с Богом и имеющего Бога должником благословил прообраз Христа. Евреям 7.7. Без всякого же прикословия, меньше благословляется большим. Толкование. Сказал, что мелкий седек благословил столь великого Авраама. Все же мы согласны и беспрекословно признаем, что благословляющий выше благословляемого. Следовательно, и мелкий седек, прообраз Христа, выше патриарха. Евреям 7.8. И здесь десятины берут в человеке смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Толкование. И другое рассуждение, доказывающее, что мелкий седек выше священников закона. Ибо здесь, то есть в законе, получающий десятины, умирает, а там, то есть в случае с мелкий седеком, получил десятины тот, о котором свидетельствует Писание, что он живет. Ибо ты, говорит священник, вовек по чину мелкий седека. Псалом 109.4. Что же касается того, что мелкий седек вечно жив, то это понимает так же, как и выше было сказано, то есть что в Писании не упоминается о смерти его. Что левиты умирают, а мелкий седек живет. Некоторые понимают так, что образ священства левицкого стал смертным, ибо сделался недействительным. Образ же священства мелкий седека, или жизни по Христу, живет и пребывает, и будет существовать вечно. И так сказать, сам левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. Толкование. Чтобы священники закона не могли сказать, какое имеет отношение к нам, если Авраам дал десятину. Говорит, что через посредство Авраама и левий, родоначальник нашего священства, принимающий десятины, дал десятину. Таким образом, разве мелкий седек не выше и левее, когда очевидно, он и от него получил десятину, через посредство Авраама. Выражение так сказать или означает вкратце сказать, или вместо так скажу. Так как казалось слишком смелым сказать, что левий, еще не родившись, дал десятину мелкий седеку, то он смягчил это, высказывание употребив, оборот речи, так сказать, примечание редактора. Иерем 7.10. Ибо он был еще в чеслах отца, когда мелкий седек встретил его. Толкование. Показывает, каким образом левий дал десятины, говоря, что так как праотец дал десятины, то и он дал в силу того, что будучи уже в чеслах Авраама, имел родиться от семени его, хотя еще и не родился. И не сказал левиты, но левий, чтобы показать превосходство. Вот какая смелость. Он совершенно опроверг все иудейское, потому он и сказал прежде, сделались неспособны слушать. Евреям 5.11. Что намеревался предсложить эти истины, и чтобы они не отвратили слуха. Итак, настрою, приготовив их заранее, как захотел, он говорит уже то, что ему угодно. Ибо душа и содержит, и возвращает слово не так, как земля, воспринявшая семя, будет возвращать его. Там природа, которая отличается постоянством. Здесь свободное произволение. То, что легко изменяется и в высшей степени разнообразно. Поэтому учителю необходимо многое приготовить заранее. Как важно, учителю, знать, как заранее приготовить, видеть. А учащемуся ничего не надо, только слушай и исполняй. Евреям 7.11. Итак, если бы совершенство достигалось под средством левийского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Милхиседека, а не по чину Аарона именоваться, толкование, показал, что Милхиседек в священническом чине был гораздо выше и Авраама, и Левия, теперь снова приводит другое доказательство, показывая, что священство во Христе гораздо превосходнее левийского священства, и что священство Христа – совершенное священство, а то – несовершенное. Ибо если бы священство по закону было совершенно, то надлежало бы священнику восстать по чину Ааронову, ибо Аарон был из колена левийна. Но говорится, что восстает священник не по чину Ааронову, а по чину Милхиседекову. Потом, так как то священство было несовершенно, то вместо него вводится другое. Выражение еще имеет великое значение, оно как бы говорит, что если бы Христос по чину Милхиседекова был прежде, а потом был дан закон, то со всей справедливостью можно было бы сказать, что священство по закону, то есть священство Ааронова, дано было в силу того, что священство Милхиседекова было как бы несовершенным. На самом же деле Христос после и получил иной образ священства. Отсюда очевидно, что так как священство Ааронова было несовершенно, то вместо него вводится иное. Что же означает выражение, ибо с ним сопряжен закон народа? На основании этого нельзя сказать, что священство Ааронова совершенно, что оно дано для других, а не для евреев. Напротив, оно всецело дано одному народу, ибо с ним был сопряжен закон народа, то есть было определено, чтобы он им пользовался, им руководился, и через него все совершал. Итак, почему оно упразднено? Потому очевидно, что оно бессильно. Евреям 7.12 Потому что с переменой священства необходимо быть в перемене и закона. Теперь показывает, как закон постепенно отменяется, и вместо него вводится иной завет, ибо если священство переменно, то необходимо, чтобы и закон был иной. Переменено, непеременно. Ибо если священство переменено. Не переменено? Да. Дальше. Переменено. Не только по образу, то есть так, что оно было не по чину Ааронову, а по чину Милхиседекову, но и по колену, ибо перешло от священнического Аарона колено к царскому колену Иудину. Обрати внимание на таинство. Сначала была колено царское, а потом священническое. Так и Христос был царем всегда. Напоследок же стал первосвященником, когда принял плоть и когда принес жертву. Евреям 7.13 Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Толкование. Показывает, как священство переменилось по колену и говорит, что Христос из другого колена, именно из Иудина, из которого, именно из колена Иудина, никто не приступал, то есть не предстоял пред алтарем и не исполнял священнических дел. Евреям 7.14 Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. Толкование. Знаменательное выражение «воссиял» взятое из пророчества Валаама, говорящего «восходит звезда от Иакова», числа 24.17, а также из пророчества Малахии, называющего его солнцем правды, Малахия 4.2. «Этим показывается, что Господь явился для просвещения мира, ибо все, что касается священства, Моисей отнес к колену Левиину, к колену Жиудину, то, что касается предводительства о войнах». В войнах! Моисей отнес к колену Левиину, к колену Жиудину, то, что касается предводительства о войнах. Евреям 7.15 И это еще яснее видно из того, что по подобию Милхиседека восстает священник иной. Толкование. Что яснее видно? Средни между тем и другим священством. Или что смена священства и завета открывается не только из того, что священник восстает из другого колена, а отнюдь не из Ливиина. Но также, скажем об этом, вполне открывается и из всего, что по подобию Милхиседека и так далее. Это значит, что по чину Милхиседекову восстает священник. Евреям 7.16. Который не таков по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающие толкование. Он, Милхиседек, не был подобен подзаконным священникам. Те получили священство от закона, содержащего плотские заповеди. Теперь же плоть обрежь, обрежь плоть и омой плоть, отдыхай плотью и удостоишься плотских благ. Милхиседек не так, но по силе Божией. Почему и священство его вечно живо и неразрушимо? Жизнь же понимает так же, как выше именно, что смерть его неизвестна. Или слово Который, понимая священники, как бы так он говорил. Какой священник иной, то есть Христос, получил священство не по закону заповеди плотской, но по силе Отца? Или по своей собственной и священству его неразрушимо? К слову Плотской прилично было присоединить слово Духовной. Почему же он присоединил по силе жизни непристающей? Потому что через плотской обозначил временное. И соответственно, к временному присоединил выражение жизни непристающей. Это значит, Христос живет собственной силой. Евреям 7.17 Ибо за свидетельство воно, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Толкование Подтверждает, почему сказал, жизнь непристающая. И говорит, что Писание свидетельствует, что он священник вовек. Некоторые, впрочем, думают, что он подтверждает не это, а то, что он священник не по закону заповеди плотской. Ибо если бы, говорит, он был священником по закону, то необходимо было бы утверждать, что он по чину Аарона. Теперь же, так как написано, по чину Мелхиседекову, то очевидно, что не по закону, но по какому-нибудь иному божественному способу. Евреям 7.18 Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Толкование Сказал, что закону переменение бывает. Применение бывает. И доказал это. Показал. И показал это. Далее отыскивает и причину. Ибо мы, люди, тогда успокаиваемся, когда узнаем причину. И говорит, потому произошло отменение и отвержение прежде бывшей заповеди, то есть прежде бывшего завета, что он найден был неполезным и немощным. Итак, что же, закон никому не принес пользы? Конечно, принес пользу, но он оказался бесполезным для того, чтобы сделать людей совершенными. Ибо присоединяет, ибо закон ничего не довел до совершенства. Почему же закон был немощным? Потому что в нем завозвещались одни только письмена. Делай то и не делай этого. Он не сообщал никакой силы к исполнению заповедей, что ныне подается нам духом. Однако здесь нападают еретики, поносящие закон. Говорят, даже и Павел унижает закон. Но он, безумный, не назвал его плохим, а бесполезным и немощным. Немощным. Но он, безумный, к кому слово безумное относится? К евреям доказывают. А написано, кто скажет безумный, что ему будет? Святые отцы не знали этого? А почему? Не говори брату твоему верующему. А это непосвященные евреи, они безумные. Люди, которые не понимают, они на слово безумный как огня боятся. А говорит, сказал безумный, сердце своем нет Бога. Так безумность или не безумность? И Господь сам говорит, безумные и слепые. Что больше, жертвенник или храм, или жертва? Золото или храм? И он прямо говорит здесь. Но он, безумные, не назвал его плохим. К евреям говорит. Посадят, а к евреям. Так, но он, безумные, не назвал его плохим, а бесполезным и немощным к тому именно, что сделать его, чтобы сделать совершенными. Ибо как молоко полезно младенцам, соответственно их возрасту, для совершенных же бесполезно. Так и закон для несовершенных иудеев полезен, отвлекая их от идолов и приводя к Богу, сообщая им соответственные заповеди. Для нуждающихся же более совершенных заповедях он не был таким. Ибо он заповедал плотские и жертвы для очищения, в которых духовные не нуждаются. Поэтому ныне он был отменен. Отменение же есть отменение того, что имело силу. Таким образом, закон имел власть тогда, когда было его время. Отменена, говорит, заповедь закона. Приведено уже упование, какого не было у иудеев. Ибо и те имели надежду, благоугождая Богу, овладеть землей, преодолеть врагов и вообще уповали на телесное благо. Но наше упование не таково, оно превосходнее, ибо мы уповаем на небесное, что будем близ Бога, предстанем и будем служить Ему с ангелами. Выше он сказал, входит во внутреннейшее зазавесу. Евреям 6.19 Теперь же посредством, которое мы приближаемся, говорит к Богу. Ибо упование приводит нас к самому престолу Божию и поставляет вместе с херувимами. Евреям 7.20 Но как сие было не без клятвы, толкование. Вот и другое отличие нового священника от древних и одного завета от другого. Ибо священство Христово было обетовано не просто, но с клятвой, чтобы в Слово Божие верили вполне, как и выше для большей убедительности сказал, что Бог клялся в раму. Евреям 6.13 Евреям 7.21 Ибо те были священниками без клятвы, а с тей склятвы, потому что о нем сказано, «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек под чином Мелхиседека». Толкование. Ибо, говорит священник из закона, поставляется без клятвы. И ни об одном из них Бог не клялся, говоря, ты будешь священник по закону. Христос же с клятвой, данной через Бога, говорящего к Нему. Ты священник по некому новому образу, не по Аарону, но по Мелхиседеку. Евреям 7.22 То лучше, вот, завета, поручителем соделался и Иисус. То есть, поскольку клялся, что он всегда будет священником, ибо не клялся бы, если бы не был выше. Отсюда и Новый Завет выше Ветхого. Евреям 7.23.24 И здесь показывает преимущество, которое Христос имеет сравнительно с первосвященниками по закону. И говорит, что там много священников, потому что они смертны. Здесь же один, потому что он бессмертен. Итак, имеет священство неприходящее, то есть неразделяемое, ни с кем и непередаваемое. Видишь ли, насколько он выше, насколько бессмертное выше смертного. Евреям 7.25 Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Толкование. Так как, говорит, он бессмертен, то может предстоять за всех и спасти до конца. То есть может даровать спасение не временное, но полное, и разумеется, как здесь, так и в будущей жизни. Ибо первосвященник в Ветхом Завете, хотя бы был и славен, приносил жертву Богу, в то время пока жил. Какого, например, Самуил и подобное ему, а после того уже нет, ибо умирал. Здесь же первосвященник вечный и всегда живущий. Почему и может всегда спасать приходящих через него, то есть через веру в него. Ибо кто верует в Сына, тот без сомнения приступает к Отцу. Ибо он путь к Отцу. И кто держался этого пути здесь, там получит успокоение. Получает. Получает успокоение. Так уничиженно сказал это о Христе по плоти. Ибо действительно, он первосвященник по плоти. Поскольку же он первосвященник, постольку, говорится, ходатайствует. Каким образом воскрешающий мертвых и оживотворяющий, как Отец, ходатайствует, когда ему должно спасать? Как ходатайствует тот, во власти которого весь суд, кто посылает ангелов для того, чтобы одних вернуть в печь, а других спасти? Конечно, по человечеству сказал ходатайствовать, снисходя к слушателям. Павел говорит. Как бы плоть умоляет за нас Отца. Конечно, она и была воспринята ради этого, именно ради нашего спасения. Видите, что сын с плотью сидит с Отцом, это не надо понимать. Ихону нельзя изобразить. А что это означает? Что он ходатайством является за нас. Как бы плоть, с которой Христос вознесся, умоляет за нас Отца. Конечно, она и была воспринята ради этого. Нигде не сидит Христос. Понимаете, начинаешь говорить, как, ну, тебе толкование дается-то. А как сидит с Отцом, когда Отец Вещаный, все галактики, миллиарды световых лет, и везде Бог? В преисподнюю? Бог. В Сайдули в преисподнюю? Ты там, 138-й Псалом. Везде Бог. Мы не понимаем, а что, ну, время и пространство для людей тайной являются. Ну, миллион лет свет идет со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Ну, что-то есть. Новые галактики. Сейчас определяют, уже на 4 миллиарда световых лет уже проникать могут. Смотреть, что? Ничего нет, останавливается, замираем. И человек поднимается на Бога. Зачем Богу с какими-то твердями, там, стеклом, это, ну, глупость из глупости сатана подносит? Бог бесконечен везде. И тут надо все теперь переменять как-то. Все сатана это путает. Бог бесконечен и вечен. И это тайно не подается разумению, благоговению о... Вот много молитв, но молитва все-таки самое главное удивление. И наша плоть будет подобна его плоти, Христовой. И дальше Филат говорит, о-о-о, страшно подумать, о-о-о. У буддистов главная молитва, о-о, мане падме хум. Но это уже, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Вот это у них заменяется, да. И, наконец-то, достигает такого совершенства, о-о-о, мане падме, только говорит три слова. А потом уже там схи монах по их, о-о-о, выходит на звезды, смотрит, о-о-о. Вот это у нас, о, должно и вырваться везде. Нет пространства. Все человеческие рассуждения прочь. Все это не так. Грубо выразиться, сказать, все, что о Боге написано, как о Божестве в Библии, это применительно к нам, а не на самом деле это так. Это непрерывно говорят? Далее. Евреям 7, 26. Такого должен быть у нас, первосвященник, святой, непричастный к злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Толкование. Из этих слов ясно, что как выше, так и теперь говорит о плоти. Ибо кто может сказать подобное о Боге, и не постыдится ли, прилагая это к непостижимой природе Божией? Итак, Он святой, такой, который не отставляет ничего должного, что подобает Ему совершить, и непричастный к злу, то есть чужд коварства и зла. И не было лжи в устах Его. Исайя 53, 9. Стронить 1 Петра 3, 2, 3, 20. Не было лжи. А если есть ложь Христа, там нету. Нету Его там. Да я не знал, мне сказали, я так поверил. Ну поверил-то лжи, как ты не крути. Ну я при чем тут, ну поп-то знает, что неправильное крещение-то. Ты можешь рассуждать, но оба упадут в яму. Тебе-то глаза даны были. Ну понимаете, советская власть, храмы были закрыты. Это ты все правильно сказал. Но Иоанн Златоуст говорит, если в этом городе, в Москве, один человек спасся, вот он на суде Божьем будет говорить, ну я же сумел в этой обстановке. Храмов не было, но я был верен Богу. Я не пошел к сектантам никуда, я остался православным. Я молился, иконы где-то спрятал. И у меня Библия была. Нет, нет, я иногда по великим праздникам завешивал окна и все-таки прочитаю. А говорит, власть такая, тебе и нравилось это, ты так и жил. Ну один только спасся, но этот один будет обличитель. Ной обличает весь мир, который погиб. Лот обличает Содом, Гоморрой, пять городов, которые рядом. У нас никак это не доходит. И кому бы где ни говорил, я это говорю не где-то в Испании. В Испании? Эти слова говорю в Америке. Все одинаковые. Ну а при чем тут? Ну мы же думаем, мы идем в церковь, священник все знает. Почему же он неправильно сделает? А мы же верим. Ты сделал хорошо, что верил, но ты должен был проверить. И Анна Тауз говорит, ты избираешь пастыря, а не избери волка. А другой совет, ты избери такого наставника, строже которого нет во всей вселенной. Вот какого найди. Чтобы он самую мелочь подмечал тебе. Потому что мелочь Аннушка уже разлила, говорит, масло. А при чем тут Аннушка? А подскользнешься и по трамвайкам, самолка отрежет голову. Вы знаете, о чем я говорю? Мастер и Маргарита, уже разлито для тебя масло. И для меня оно разлито, а ты обойди его. Пускай Аннушка проливает, она за это ответит. Муж заработал деньги, она там льет на остановке масло. Ты дальше с Аннушки возьми. Вот сейчас разбор делает. Жил старик со старухой у самого синего моря. Ловил рыбу, а старуха пряла свою пряжу у разбитого корыта. Ну, профессор сидит, профессор, пушкиноведы. И говорит, главное, это вина не в старухе, а в старике. Почему он ей это позволил командовать так? Да корыта мы ее огрел один раз, и все бы закончилось. И дальше у женщины никогда не будет конца прихотям. Весь рай, а еще и с этого надо взять. Поговори, у тебя муж рядом, а еще с дьяволом охота поговорить. Хуже, страшнее, зверя нет, чем женщина. Да неужели, зверя? Горше смерти, говорит Премудрый. Горше смерти. А как по этому безмолвию? Златуус говорит, до этого ты разговаривала с отцом, а теперь ты вышла замуж и превратись в камень. В этом твое спасение. Это легкомысленный, утлый сосуд. Как у Толстого в кресле в Рассанате написано. Ну, мужики-то, а вы сами говорили, как там в Купавино-то вы бражничали с женщинами. Он, надевая карту, сказал, от мужчины ничего в доме не прибудет. То есть он не принесет сураза в подоле. А это макрохвостка обязательно принесет. От мужчины ничего не прибудет. И составляя правила блудодеяния, верения прелюбодеяния, Василий Великий назначил так, мужчине 7 лет, а женщине 9. А ему говорят, да какая разница, грех-то один и тот же. Несправедливо, согласен, но по-другому пока нельзя. Пока еще жизнь продолжается. И мы должны вот эти критерии размышления принять и сказать, да так, да и аминь, вперед. Непорочные. Это так же, кто может назвать похвалу для Бога. Ибо он имеет такую природу, что не оскверняется. Ясно, что говорит это о человечестве одного Христа. Первосвященники по закону говорят, хотя бы и были во всем прочем святыми. Однако, как люди, не чужды пороков. И не вполне отделены от грешников. Это о папахах, говорится, о сегодняшних. Ну, прям все, за каждым делом. А вот батюшка вышел, у батюшки там что-то заметили. Я один раз, говорит, первый раз увидел, священник пошел управлять скотине и вышел в обыкновенном костюме. А я думал, он, говорит, прямо родился в этой врезке-то такой. Взрослая женщина рассказывает. Никогда его другим не видела. Я знаю. Пошли. Ибо, как иначе, если и сами они причастны к прегрешениям, и, кроме того, никто из них не был на небе, наш, первосвященник, вместе с тем, что он преисполнен всякой добродетели и отделен от грешников, еще и превознесен выше небес, воссев на самом престоле Отца. Выражение превознесенной, как очевидно, употреблено о нем по плоти. Ибо, как Бог, Слово, Он всегда был выше небес. Все на этом. Хабибуллин. Хабибуллин.